Это житель Нюрбы Александр Михайлов, по сути, главный организатор экологической проверки Накына. Он вместе с братом Любомиром, который не смог быть на месте исследований, активисты общества Спасти Марху. Не так давно Любомир разместил в социальных сетях открытое письмо, где обвинил Алроса в загрязнении окружающей среды Нюрбинского района. Данные он почерпнул из космоснимков 2016 года, где не только смог разглядеть якобы имеющиеся сбросы с обогатительной фабрики номер 16, но и установил по фотографиям их несомненную вредность. На основе таких голословных обвинений Министерство природы Якутии организовало проверку. Экологи разных служб работали в течение двух недель двумя заездами. Впервые изучали акватории рек Марха и Хания, ручья и водохранилища Лендокит. Обследовали фабрику номер 16 и хвостохранилища на возможность каких-либо сбросов. Одна из основных задач – это как раз провести отбор проб поверхностей, водных объектов, то есть природной воды, для того, чтобы доказать факт отсутствия привноса с объектов компании каких-либо загрязняющих веществ. Обределены основные точки, то есть это, безусловно, река Марха. Отбирается она будет в различных ее районах и в районах Ханьи. Помимо воды, экологи исследовали повреждения лесного массива от прошлогодних пожарищ. Тогда огонь почти взял в кольцо на Кынскую площадку, причинив серьезный ущерб природе. Продукты горения до сих пор выносят в речную систему, загрязняя ее. Пожары, лишая почву растительного покрова, приводят к ухудшению как водосборных процессов, бассейнов, так и почвозащитных функций, санитарно-защитных функций и в целом всех процессов природы. Во второй заезд обследовали Дяхтар-Юраге и Мелкие озера. Изучали территорию узла закачки и прилегающие к хвостохранилищу природных территорий и площадей. Пробы брала каждая заинтересованная сторона под наблюдением всех присутствующих, поэтому контроль качества забора был максимальный. По результатам натурного обследования на Кынской производственной площадке сбросы с хвостохранилища фабрики номер 16 и других объектов Алроса не обнаружены. На прилегающей к хвостохранилищу территории утечек и фильтрации также не найдено. Как и не обнаружен выход минерализованных вод на полигоне закачки. Отобранные пробы во всех акваториях ручьев рек Лиэндаки, Дяхтар-Юраге, Ханья, Марха и других мелких озер без названия показывают фоновые значения, что говорит о безосновательности выдвинутых против Алроса обвинений. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал Алмазный край.